Привет! Ну что, переносимся в студию после нескольких интересных видео, которые у нас были до этого на канале. И, друзья, у нас сегодня сравнение. Сравнение смартфонов, которые, ну, можно сказать, топовые смартфоны за 200-300 долларов осенью 2019-го, зимой 2019-го, даже весной 2019-го года. Хотя производители сейчас так быстро что-то выпускают, что мы реально не успеваем за этим. Итак, у нас Redmi Note 8 Pro на MTK, Samsung M30s, который рекламируют, его сложно купить в Украине, как я знаю, просто-напросто он расходится, как горячие пирожки, но мы на него снимали отдельный обзор. И Xiaomi Mi 9 Lite, самый ожидаемый смартфон Xiaomi в этом ценовом сегменте. И, что самое главное, у всех этих смартфонов есть NFC. Наконец-то в цене 200-300 долларов есть NFC, и мы уже об этом даже, в принципе, можем не говорить. Так, и минутка вашего внимания, друзья, у нас скоро акция 11.11, день холостяка. А в прошлом году китайцы просто-напросто распродавали все, что у них было на складе. В этом году все будет то же самое, поэтому подписывайтесь на канал Telegram, в котором мы будем постить все скидки. Ну и на сайте синтетики у нас новенький раздел со скидочками, ну, как новенький, уже несколько месяцев. И там тоже будет целый раздел 11.11, где вы можете отслеживать все скидки, ну, и там есть удобный поиск для того, чтобы найти интересующий вас товар. Все ссылочки внизу в описании. Итак, все три смартфона, которые мы сегодня будем сравнивать, они все куплены за наши деньги. Это очень важный индикатор в обзоре. Поверьте, всегда спрашивать у обзорщика, откуда у тебя смартфон. Так вот, давайте начинаем с внешнего вида. И здесь однозначный слив у Samsung. Ведь Samsung, он полностью пластиковый. Я бы говорил об этом в отдельном обзоре, но это а-ля Xiaomi Mi 4C. Тот же Redmi Note 8 Pro, у него просто-напросто пластиковая рамка. Сзади у нас уже хоть какое-то стекло. А Xiaomi Mi 9 Lite, мне кажется, выигрышнее всех. Во-первых, он тоньше, он классно лежит в руке. Ну, и здесь алюминий и стекло сзади. Он очень похож на Xiaomi Mi 9, который в цене 300 и выше. Ну и учтите, в Samsung нет в комплекте чехла. В Xiaomi он есть. Ну и пластиковый корпус Samsung всегда будет плохо влиять на теплоотвод. Точно так же, как и в Redmi Note 8 Pro. Mi 9 Lite, опять-таки, выигрышнее. Опять-таки, из-за корпуса, чехол в комплекте. Ну, короче, он поинтереснее смотрится внешне. Хотя фишка Samsung это две сим-карты и отдельно слот для карты памяти. Если мы говорим про Redmi, то у него есть инфракрасный порт Mi 9 Lite, также имеет светящуюся подсветочку надпись Xiaomi. Прям-таки, топчик-светофорчик, который, в принципе, запускается в большей степени, когда вы музыку проигрываете. Ну, короче, фишка ради фишки. Экраны. Вот здесь не у всех AMOLED матрица. Redmi Note 8 Pro, у него IPS матрица, которой у меня, кстати, претензий нет. Она очень хорошая. В Samsung и в Xiaomi Mi 9 Lite AMOLED матрица. Достаточно хорошего качества, но при этом я должен сказать, что в Xiaomi есть сканер под дисплеем. Который, кстати, работает лучше, чем сканер сзади в Samsung. В Samsung сканер какая-то проблема. Вот совершенно недавно, кстати, Британия их линейку S заносит в черный список, потому что у них реально небезопасные сканеры. И теперь в этом сравнении переходим к тому месту, где Samsung должен просто всех рвать нафиг. Просто 6000 мАч. Кстати, достаточно более-менее компактный смартфон. Я думал, что он будет потяжелее. И знаете, мы здесь сделали сравнение такое задротное. Задротное до такой степени, что... Дим, сколько ты провел времени за этим сравнением? Полдня. Полдня. Полдня Дима убил для того, чтобы вот мы сейчас показываем вам таблицу, чтобы вы увидели эти результаты. Тест на самом деле проведен качественно. Отдельно было выделено для всего этого времени. Но, если коротко сказать, то все тесты, ясно дело, проводились на максимальной яркости. И, как видите, отрыв у Samsung не на 50%. Ведь у него больше батареи, чем в том же Mi 9 Lite и Redmi Note 8. И итоговая разница с Mi 9 Lite выходит всего лишь 18%. При этом в Xiaomi стоит не самый энергоэффективный процессор. Допустим, берем же тот же Honor 9X на Kirin 810. И я думаю, что эти 6000 мАч для Samsung, ну, просто... Ну, какой смысл в них, какой в них прок. Кстати, Honor мы продали по той причине, что реально у них большие проблемы с габсами. И мы просто-напросто вытерпнули его из этого списка. Так как тот же 9X на глобальном рынке выходит с 710 Kirin, а он неинтересен, как китайская версия на 810. Конечно, по этим тестам Redmi Note 8 Pro еще больше вопросов, так как там стоит МТК, и он просто жрет аккум дико, дико жрет. Но еще раз хочу сказать, 6000 мАч в Samsung никому не нужны. Это простой маркетинг для того, чтобы вы на него купились. Плюс ко всему быстрая зарядочка. Xiaomi заряжает смартфон практически в два раза быстрее. Блин, в два раза быстрее вы зарядили смартфон, пошли гулять себе, и у вас минимальная разница в итоге, в конце дня. 18% они не так много, и учтите, все же, к Samsung как бы он и не толстый слишком, но все равно он будет потяжелее, чем тот же Mi 9 Lite. И маленькая вставочка еще про Samsung. Знаете, мы заметили, когда проводишь тесты, то очень часто в тех же играх он понижает яркость дисплея и даже понижает производительность. Учтите это, так как Samsung немного читерит. И здесь мы давайте подходим к процессору. Я не буду здесь долго задерживаться, что-то вам рассказывать. Однозначно Snapdragon, который стоит в Xiaomi, это топчик. Он самый сбалансированный смартфон из всех этих трех экземпляров. Но Redmi Note 8 Pro я считаю самым производителем, потому что Mediatek G90T, он мощный проц, но печка жуткая. Жуткая печка, и он нагревается очень сильно. Если мы говорим про Samsung, но знаете, у них свои процессоры, и я не могу понять их ценам образования, потому что их процессоры уступают даже тому же MTK. Если мы говорим про игры, то во всех играх он будет, ну, лагать будет смартфон. Даже, в принципе, у нас в оболочке он иногда лагал. В Xiaomi мы этого не замечали. В Redmi Note 8 Pro есть лаги, допустим, в тех же танках, но там больше вопрос к адаптации. А так, по всем играм, 8 Pro красавчик. И теперь переходим к камерам. Один из смартфонов 64 мегапикселя. Вау, 64 мегапикселя. У меня, кстати, один мой знакомый спрашивает, а сколько в новом OnePlus 7T мегапикселей? Я говорю, друг, мегапиксели вообще не важны. И вы сейчас это тоже заметите. Но, кстати, хочу отметить, Samsung M30s до того, как мы начали проводить тест с камеры, обновился. И прошивочка так, ну, нормально его обновила. И давайте первая локация. У нас тут осень, прям такие тепло, контровой свет. И именно здесь можно увидеть, как Samsung доминирует над конкурентами при работе со светом. Им еще однозначно нужно напиливать их HDR режим. Но, друзья, как только условия становятся средними, то пальма первенства переходит от Samsung к китайским смартфонам. Где последний показывает более приятную картинку за счет лучшей работы со светом. Но и детализация имеет достойный уровень. На Samsung, знаете, такое мыло, как будто бы все красками нарисовали. И мне этот результат очень не нравится. А вот вам ночной режим. И здесь Samsung, опять-таки, его допилили с новой прошивочкой, заметно. Но обратите внимание, угол захвата у него меньше. И, по сути говоря, уже в Samsung хоть какая-то детализация появляется. Но, как вы видите, он все равно проигрывает своим конкурентам. Тому же Xiaomi Mi 9 Lite, который, кстати, в Китае можно взять, ох, дешевле, дешевле, дешевле. Но, кстати, Samsung с фокусом полная беда. Я говорил в этом основном обзоре. Я показывал, как фокус, ну, просто он медленно передвигается. Вот то же самое было с ночным режимом. Ну, минут пять приходилось настроить смартфон. Он делал мыло полное. Вот, ну, хоть как-то, чтобы сфокусироваться. 300 долларов смартфон. Беда полная. Так, фронтальная камера. Ситуация здесь двоякая. Вроде бы цвета приятнее на Samsung. Но работа со светом жутко хромает. Сзади пересвет на фоне. Но при этом детализация в этих смартах плюс-минус на одном уровне. А вот вам сравнение шириков и картинка, как по мне, более приятная именно на Xiaomi Mi 9 Lite. На Samsung фото завалено в холодные тона, а в Redmi в теплые. Да и детализация лучше всего именно в Xiaomi Mi 9 Lite. Пишите в комментариях, кстати, где вам ширик нравится больше. И вообще, пользуйтесь либо им. А мы переходим к видео. Так, у нас первый тест. Моя простая ходьба. Это 4K. Мне не получится точно фокус. Ну, давайте вот здесь вот можем фокус. Посмотрим с переводом в... Что, Samsung? Смотрите. Ну, блин, ну, Samsung, как всегда, как и в тот варианте было. Видите, что он творит. Давайте в 4K при недостаточном освещении. Небольшая пробежка. Потом попробуем в Full HD. Так, пробежечка. 4K. Так, теперь у нас в Full HD. Тоже слушайте, как работает у нас микрофон. Это опять-таки моя простая ходьба. Давайте вот в такой перевод. Кто так справится и кто так быстро справляется. И... Ну, и давайте небольшая пробежка. Смотрим, как стабы при Full HD работают. Ну, друзья, как-то так. И теперь мы переходим к звуку. И, знаете, это просто-напросто как выбирать красавицу среди уродин. Потому что все эти три смартфона по мультимедийному динамику мне не нравятся. Я вспоминаю божественный Mi A3, который только по мультимедийному динамику хорош. И так вот, здесь, в принципе, Redmi Note 8 Pro как бы получше. Я не показываю, потому что микрофон никогда не передает точную картину. Если мы говорим про Samsung и Xiaomi Mi 9 Lite, они плюс-минус на одном уровне. Ну, знаете, уровень такого, ну, шлака какого-то. Короче, по мультимедийному динамику не ожидайте что-то особенного от этих смартфонов. А вот если мы говорим про звук в наушниках, то Redmi Note 8 Pro понравился больше. Наверное, это очень хороший звук, как за свои деньги. Если мы говорим про Samsung M30s, то звук, в принципе, более-менее нормальный в наушниках. Я думаю, что большинству будет он приятен. А вот Xiaomi Mi 9 Lite, ну, как-то, знаете, они там не дотянули. И он, скорее всего, проигрывает всем своим сегодняшним конкурентам. И в последнее время я ничего не говорю никогда про оболочку. Очень редко, потому что все дело очень субъективно. Но здесь у нас MIUI и One UI. MIUI и One UI, все так очень схожи. Короче, если говорить коротко, то однозначно Samsung M30s не обновится даже до 11-го Android. Сто процентов вам говорю, потому что Samsung забивает на обновление прошивки. Если мы говорим про Xiaomi, Xiaomi однозначно лучше обновляется. И вот лично мое мнение, субъективное мнение, еще раз хочу об этом сказать, мне MIUI однозначно нравится больше. Хорошо, итог. Здесь сейчас очень сложно, потому что однозначно адепты одного из брендов, возможно, на меня накинутся в комментариях. Но вы должны понимать, что эти все три смартфона плюс-минус у официалов стоят 300 долларов. У всех у них одинаковая гарантия, все они покупаются официально. И знаете, что вам сказать? У всех у них, кстати, есть NFC и, в принципе, более-менее внешний вид. Но мы понимаем, что по всем фронтам Samsung M30s проигрывает с сегодняшним своим конкурентом. Единственное, как бы батарея 6000 мАч, но разница в 18%, я не увидел чего-то глобального. Но учитывайте несколько моментов. Когда вы покупаете Samsung, то вы получаете 4 гига оперативной памяти. Xiaomi уже в базе идет 6 гигов оперативной памяти. Плюс ко всему, Xiaomi, понимаете, они такие хитрожопые, потому что они продаются в Китае. Если вы зайдете на сайт AliExpress, и вы там можете найти глобальную версию Xiaomi Mi 9 Lite за 230 долларов, сайт синтетики есть внизу в ссылочке в описании, то разница в 70 долларов. И здесь Samsung однозначно пролетает всем сегодняшним своим конкурентам. Если мы говорим про Redmi и Xiaomi, то Redmi Note 8 Pro изначально, когда он вышел, он казался более-менее нормальным смартфоном. Но как только выходят его собратья, тоже Xiaomi Mi 9 Lite, да и тот же, в принципе, Xiaomi Mi 9T, он тоже где-то в этом диапазоне находится, то мы понимаем, что Redmi Note 8 Pro опять-таки проигрывает. Хотя у него достаточно хороший процессор, но совокупно всех его недостатков кроется преимуществами и сбалансированностью Xiaomi Mi 9 Lite. И какой же мой личный итог? Это мой личный итог, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого сравнения. Мне кажется, до сих пор Xiaomi никто не может накрыть даже в этом ценовом сегменте 200-300 долларов. А Samsung? Ну, Samsung, я так скажу вам, хорошо рекламированный смартфон, который многие хотят купить, но за этой ширмой ничего особенного не стоит. Большое спасибо вам за просмотр. Пока.